Маска скорби Эрнст Додумал проект треугольных страданий и хотел поставить в памятники объединенные одной общей стилистической идеей, стилистической доминантой Маска в Екатеринбурге, Воркуте и Магадане. Но только в Магадане этому проекту суждено было осуществиться. Приступая к реализации проекта, Эрнст пригласил в соавторы и в свои помощники магаданского архитектора Камиля Казаева. Камиль Казаев внес несколько предложений, которые существенно обогатили сам проект. В частности, Камиль предложил установить семь камней с символами ведущих мировых религий и советской символикой. Тем самым подчеркнуть, что здесь в лагерях сидели люди самых разных национальностей. Кроме того, Камиль предложил установить здесь 11 бетонных блоков. Вы их видите у подножия Маски с названиями самых крупных, самых печально знаменитых колымских лагерей. А всего лагерей было более 200. Когда мы поднимаемся к Маске, она как будто бы постепенно разворачивается к нам своим ликом. И мы начинаем понимать сложную символику, которую заложил Эрнст. Во-первых, он скрывает левое полушарие этой большой головы. Оттуда вытекают, превращаясь, тоже лики замученных здесь людей, превращаясь в каменные слезы, стекают по каменной щеке. Это лики мужчин, женщин. Мы можем видеть символы нерожденных детей, символы детей, рожденных в лагере. Вторая глазница Маски пустая. Она как будто бы окошечко из времени настоящего, во времена будущего. И кроме того, она позволяет нам понять, что можно пройти сквозь Маску, как сквозь время. И будто бы на себя примерить все эти тяготы и страдания, которые испытывали люди. Нужно пояснить, что увидят люди, когда поднимутся в само помещение Маски. Очень труднодоступны наши колымские лагеря, что у нас еще не музеифицировано ни одно из лагерных пространств, что не скоро это наступит. И поэтому тогда музейщики Калиевического музея, энтузиасты строительства Маски поехали в лагеря Бутыгычак и Днепровский. И оттуда привезли вот те подлинные вещи, которые сейчас расположены в Маске. В одном из помещений собраны остатки орудий труда, которым трудились заключенные. Те нехитрые бытовые приборы, которые они вынуждены были сами же для себя изготавливать. Колышки с колымских лагерных погостов, под которыми покоятся заключенные. Их взяли, потому что на этих колышках, на консервных банках, прибитых к ним, нет имен. И нет даже того номера, который был присвоен делу заключенного. Там просто номер лагерного захоронения. И понять, кто похоронен в той или иной могиле, даже если колышек стоит на отведенном месте, это просто невозможно. Во второй комнате это такая реконструкция камеры-одиночки. Такие камеры-одиночки сохранились еще на Бутыгычаге, сохранились на том же Днепровском. Все предметы также в этой камере подлинные, вплоть до решеток. Привозили решетки специально, которые закрывали дверь в такую камеру. В камере человек оказывался, если он нарушал какой-либо лагерный распорядок. Конечно, мы в первую очередь говорим о тех, кто был заключен по 58-й статье. И поэтому их часто наказывали камеры-одиночка, если они вступали в какие-либо конфликты с уголовниками. А эти конфликты были в частности из того, что люди старались защитить свое собственное человеческое достоинство. Достоинство тех, кто более слаб, достоинство женщины. И в этой камере мы видим страшный суровый быт заключенного, голые нары, стол, на котором стоит посуда. Там же есть параша. Это единственная недостоверность, которая присутствует в этой камере. Это то, что одежда заключенного висит на гвозде. Дело в том, что заключенные не снимали и зимой, и летом, и днем, и ночью. В таком каменном мешке было очень холодно. И заключенные, конечно же, ничего с себя не снимали. Кроме того, гвоздя не было для того, чтобы не было суицидов, и чтобы ничего не писали на стенах. А заключенные иногда очень меткие делали записи. Мы вот нашли такую запись на стене одного из бараков. Коллеги нашли. В СССР разшифровка аббревиатуры «Смерть Сталина спасет Россию». И действительно, только после смерти Сталина прекращение массовых политических репрессий и реабилитация. Некоторая часть из них к настоящему времени стала возможной. Выходя из маски, вы можете увидеть несколько таких своеобразных памятных знаков, табличек, которые размещены людьми разных национальностей. Они перевозили их из разных стран для того, чтобы почтить память своих сограждан. Это памятный знак из Румынии, из Латвии, из Якутии. И памятный знак людям русским от общественных организаций «Русич» и «Братина». Это магаданские организации. С обратной стороны маски, когда выходят посетители наши, они действительно, как будто бы глотнув глоток вот того воздуха свободы, до которого так и не дожили многие из заключенных, погибших здесь на Колыме, они оставляют цветы у маленькой скульптуры, которая символизирует образ женщины, родины, матери, семьи, оплакивающей участь своих сыновей и дочерей. Ну и действительно, просто у людей оказывается время для того, чтобы осмыслить, действительно, не просто поскорбить, здесь место для осмысления всего, что произошло. Это предостережение, это и память о прошлом, и предостережение потомкам. Субтитры создавал DimaTorzok